Посмотрите, какая красочная, яркая начинка и ко всему очень и очень вкусная, а вместе с греночкой бомба! Привет всем! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим улетные бутерброды. Готовятся быстро, они являются бюджетными, доступными для каждой хозяйки, потому что состоят из доступных ингредиентов, которые есть у каждой хозяйки в холодильнике. Итак, начинаем! Нам понадобится хлеб. Я взяла пол батона хлеба. Хлеб у меня тостовый, приблизительно 10 вот таких кусочков. Колбаска. Вареная колбаса 200 грамм, любая. Твердый сыр 100 грамм, тоже любой. Одна полная столовая ложка майонеза, одна полная столовая ложка любой жирности сметаны. Один огурчик, кисленький, можно брать маринованный, но не свежий. Масло подсолнечное для обжаривания хлеба и зелень. Я использую укроп и перья зеленого лука, а также нам понадобится вот такой небольшой чесночок. Берем хлеб, подсолнечное масло, обжариваем хлеб на подсолнечном масле до золотистого цвета с обеих сторон. Вот так выглядят уже обжаренные греночки, красивые и золотистые. Берем чесночок и натираем каждую греночку с одной стороны чесночком. Кто не любит чеснок, может этого не делать. Откладываем уже натертые чесночком греночки и приступаем к начинке. Берем зелень и нарезаем. Я беру укроп и перья лука. Все это вместе нарезаем, очень меленько. В принципе, для таких бутербродов начинкой может служить все, что угодно. Можно даже обычный репчатый лук брать вместо зелени. Но с зеленью начинка получается ароматнее, вкуснее и ярче. Нарезанную зелень отправляем в миску побольше. Миска должна быть глубокой, чтобы вам было удобно смешивать начинку. Берем огурчик и натираем его на крупную терочку. Огурчик придаст начинке кислинку. Натертый огурец отправляем к зелени. Следующим на очереди твердый сыр. Твердый сыр натираем на крупную терочку. Если у вас в холодильнике есть, например, плавленый сыр или сулугуни, любой сыр сюда подойдет. Натертый сыр отправляем к зелени и огурчику. Колбаска. Берем колбаску и тоже будем ее натирать на крупную терочку. Я взяла ветчинарубленную колбаску 200 грамм и буду ее натирать на крупную терочку. В принципе, можно взять любую другую колбаску. Можно сардельки, сосиски или, например, копченую любую колбасу. На тертую колбаску добавляем в миску со всеми нашими ингредиентами. Берем сметану и майонез. Соединяем их вместе и смешиваем. Делаем такой соус. Смешиваем аккуратно на протяжении одной минуты. Заправляем начинку соусом и смешиваем. Получается очень вкусная и ароматная начинка для бутербродов. Нам осталось только отправить начинку на греночку. Берем ложкой, набираем начинку и распределяем по всей поверхности нашей греночки. По желанию можно много ставить начинки. Кто как желает. Посмотрите, какая красочная, яркая начинка. И ко всему очень и очень вкусная. А вместе с греночкой бомба. Готовую гренку ставим на блюдо. Так проделываем со всеми греночками. И так буквально за полчаса у нас получились такие красочные, яркие и очень вкусные улетные бутербродики. Бутерброды с зеленью, с колбаской и сыром. Если понравились мои бутербродики, ставите мне лайк, пишите хороший комментарий. До новых встреч и до новых встреч. Пока-пока!